Всем привет! Меня все просили сделать еще часть про дизайны, а у меня башка-то совсем пустая, я сначала забыла. Потом решила, что я не хочу делать продолжение к этому видео по личным причинам, но все-таки мы здесь, несмотря на то, что я не хотела это делать. Еще раз повторюсь для людей, которые пропустили это. Я не профессионал, я делаю все на свой вкус. Это лишь мое мнение, это не советы, не рекомендации, не туториал, просто рассказываю о том, как это делаю я. И я сделала этот ролик, потому что я могу его сделать и могу себе позволить, и все. А теперь мы вроде как начинаем, наверное. Немного инфы не совсем в тему. Я училась рисованию и дизайном в том числе по книгам Кристофера Харта. У меня дома есть несколько таких книг, я их очень люблю, потому что это первые мои аниме-книги и, в общем-то, единственные. И покупались они как раз в то время, когда аниме считалось чем-то очень-очень кринжовым, и рисовать его было тоже стрёмно. Сегодня я буду опираться как раз на них, и будет как минимум одна фотка оттуда. Да, именно фотка, потому что по каким-то причинам в интернете некоторых его книг просто нет. По крайней мере, тех, что стоят у меня на полке в интернете, я их просто не нашла. Наверное, это и хорошо, но учитывая, что их уже нельзя купить, это такая себе история. Я не могу вам показать сканы, поэтому, sorry. Все книги, что есть у меня, это книги по рисованию аниме, причем старого аниме, 90-х 2000-х годов, так что и дизайны там соответствующие. Но лично для меня это не проблема, надеюсь, и для вас тоже, потому что советы там действительно неплохие. Итак, тема дизайнов объемная, но, как я и говорила, я не профи, поэтому расскажу лишь о том, на что лично я обращаю внимание, когда мне нужно нарисовать нового персонажа. Про палитры мы говорили, вот по подсказке можете посмотреть, если вы не смотрели, а сегодня мы говорим, в общем-то, про все остальное, там, одежду, аксессуары, силуэты, чтобы их... Да, я немного сломала порядок видео, не знаю, как вы, но я сначала делаю дизайн, а затем подбираю палитру. Редко бывает наоборот, потому что меня не сильно вдохновляют цвета, меня вдохновляют вещи, предметы, фотки, и поэтому я делаю сначала что-то по ним, а потом уже только выбираю цвета. Но я лох, я не умею снимать ролики, конечно же, так что пофигу, всегда можно посмотреть в другом порядке. Начну со своего самого нелюбимого, а именно с силуэтов. Нелюбимое просто потому, что любители, которые хотят доколупаться до дизайна, всегда вспоминают эту штуку. Лично мне на нее насрать, как и большинству людей, в общем-то, но все равно расскажу про это, потому что это звучит занимательно, плюс кому-то это может пригодиться. Силуэт это, в общем-то, то, если бы вы своего персонажа залили чисто черным и посмотрели бы, как выглядит сам силуэт. В общем-то, боже, я говорю как дебил. И как говорят люди из интернета, если персонажа можно узнать по силуэту, то это типа отличный дизайн. Вот так вот хорошего персонажа видно издалека, ты его поставишь к тысячам другим, и ты все равно его узнаешь. Ну, в общем-то, что-то такое. И именно поэтому, когда видят персонажа с длинными волосами, сразу же пишут, блин, ты что вот нарисовал? Силуэт же будет нечитаемым. И говорю как хозяин персонажа с волосами ниже жопы, силуэт узнаваем даже так. Как раз таки потому, что конкретно у меня это единственный такой персонаж, и среди остальных она выделяется именно этим. Плюс, даже если ее поставить к другим длинноволосым персонажам, которые не мои, к другим вообще, ее все равно можно будет узнать из-за ее отличительного пучка, который есть только у нее. Никогда в жизни не видел, чтобы кто-то так еще рисовал этот сраный пучок. Так что имхо силуэты не самая нужная вещь. Я это говорю просто потому, что знаю, что кто-нибудь мне напишет это. Теперь уже не напишет, потому что я сказала. Остальные в целом у меня персонажи тоже узнаваемые, но почему же можно забить на этот пункт? Просто потому, что даже компания из кучи денег забили на него, а их персонажи имеют хорошие дизайны. Да, я говорю про Рейнбоус и их Винкс. Конечно, есть еще другие примеры, но поскольку это самый очевидный пример, я сказала именно его. Наверное, с пятого сезона все силуэты слились в один, но тем не менее дизайны все еще очень красивые и детальные. На персонажей приятно смотреть, плюс по цветам все еще читаются их характеры. Имхо, конечно, но сделать хороший дизайн можно и без силуэта, но если он есть, это лишь вам плюсик. Из этого вытекает следующий пункт. Так а как сделать персонажей узнаваемыми без силуэта? Первый пункт этого пункта, да, я это слово буду много говорить, оно звучит прикольно, это сам стиль рисования. Расскажу на своем примере, хотя я, конечно же, не идеальный пример для подражания. Плюс я человек ленивый, поэтому делаю мало всяких деталей. Так, самое легкое, что вы можете сделать, чтобы персонажи у вас различались, это начать рисовать им разные формы глаз, зрачков, ресничек, губ и прочее. Это мое любимое. Я люблю делать разное количество ресниц у персонажей. Лично в моем стиле, чем больше у персонажа ресничек, тем более он женственный и милый. Да, поэтому Брис только одна большая, потому что она все-таки девочка, ей нужны реснички. Но она совсем не милая и такая бонтарка, поэтому их нет почти. Добрым и позитивным персонажем я рисую более круглую форму глаз, даже скорее овальную, более хмурым и не очень позитивным, треугольную или прямоугольную. Также и у мужских персонажей более добрым глаза побольше, более недобрым поменьше. У парней я еще рисую разную форму лица, парням, которые больше на девушек похожи как раз-таки более круглые лица, ну а мужчинам, так сказать, уже углы. На этом между ними различие, в общем-то, заканчивается только потому, что я ленивая. Понятно, что там есть типы фигуры у них, они разные, кто-то выше, кто-то ниже, кто-то более накачанный, кто-то как девочка. У кого-то есть грудь, а у кого-то ее нет, это слишком очевидная штука, я про нее говорить не буду. Отлично, вы определились с характером, сделали глаза нужной формы, лицо, фигуру, а что дальше? Ну логично, что мы идем вместо секонд-хенд за шмотками для своего персонажа. Тут тоже вроде бы все понятно, что в идеале по одежде персонажа должно быть понятно, кто он такой и чем занимается по жизни. Школьник должен ходить в школу в школьной форме, причем в форме, в которой ходят в его стране, а не в японской школьной форме. Забавно, что так делают начинающие художники, которые очень любят аниме, но при этом их персонаж из России, зато в японской школьной форме. В пример могу показать лишь свою вид, просто потому что мне нравится ее дизайн и по нему понятно, чем она занимается. Она любит спорт, я бы даже сказала, очень любит спорт. Надо ли ей ходить так постоянно? Конечно нет, но как горилл Кристофер Хан. Вот он, короче, картиночка. Любимая моя фраза, можно сказать. Имхо, если аксессуар помогает понять, чем занят персонаж, что он любит и так далее, то это отличный аксессуар, рисуйте его. Тут главное не переборщить, все же персонажу ходить еще в этом. Я в целом за минимализм в дизайне просто, потому что мне надо еще много работать с этими дизайнами. Но когда на персонажи много прикольных деталек, это тоже очень здорово. Просто держите в уме, что это еще кому-то придется рисовать. Вам, например. К слову, я не знаю, куда это впихнуть, поэтому впихну сюда. В книге буквально есть глава о рисовании сексуальных красавиц. Отличная глава, я считаю, очень люблю ее. Добавлю от себя, что если у вас есть супер-мега красоточка на каблуках, в юбке коротенькой, которая все-таки уверенная в себе, возможно, даже Бэт Бич, то лучше добавить ей макияж. Я вижу очень мало персонажей, которым рисует макияж, и я не понимаю, почему. Что в этом такого? Минимум затрат, особенно если нарисовать только яркие губы, сразу же все становится понятно. У меня есть несколько таких дам, одна из которых уже взрослая, работает в фирме, ей нужно выглядеть соответствующе. Есть дресс-код, и макияж для женщин это одна из частей дресс-кода. Сюда же скажу полностью противоположное мнение, что макияж не нужно рисовать всем девушкам подряд. Если персонаж, например, военный, то зачем ему краситься? Откуда он вообще возьмет время на это? Надеюсь, мысль понятна, идем дальше. Где же, в общем-то, брать шмотки? Самый короткий пункт, ребят. Самое очевидное это Пинтерест. Менее очевидное это реальные магазины. Вот вам пример моего старого арта. Это неофициальный наряд Бриз, чисто для этой картинки. Я увидела похожий костюм в магазине, и мне просто дико захотелось его нарисовать. И, в общем-то, половину вещей, которые есть на моих персонажах, я видела в магазинах. Так что я еще и могла бы закосплеить их, если бы я была богатым человеком. Можно вдохновляться чужими персонажами. Это окей. Не окей полностью воровать наряд. Особенно если это какой-то необычный наряд, какие-то там магические-то существа, они ходят в каких-то специальных костюмах. Или это форма. Понятно, что это уже плагиат. И если вы просто нарисуете такую же майку и шорты, как у кого-то, или там поменяете им цвета, это нормально. Потому что, скорее всего, майку и шорты можно купить в реальном магазине. Разве можно за это предъявить? Напоследок хочу сказать вещь, про которую я забыла сказать в ролике про палитры. Яркие цвета это не признаки Мэри Сью. Грамотная палитра даже с яркими цветами, и даже если их много, не означает, что персонаж всесильный, и он там вообще очень крутой, и все такое. Единственное, что от большого количества очень ярких цветов может быть больно глазам. Так что не берите цвета с края палитры, и лучше берите их с середины. Тогда все будет выглядеть получше. И не забывайте сюжетно пояснять внешность персонажа, иначе это просто набор аксессуаров без души. И даже непонятно, почему персонаж так выглядит. Ну, а вы можете написать свои пункты в комментариях, потому что это все, что я вспомнила. Я сидела над этим сценарием довольно долго, пыталась вспомнить сам процесс создания персонажей, потому что я уже давно не создавала персонажей. Я хотела снять этот ролик как раз-таки на какой-нибудь спидпоинт, где я делаю персонажа. Но дело в том, что пока что сюжетно мне больше никто не нужен. А я не люблю пустых персонажей, которых создают просто, чтобы создать. Вот так вот получилось. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на наш общий канал. Чекайте мою группу в ВК, мой инст, мой твиттер. Все, чекайте. Очень всех люблю. Спасибо еще раз, что смотрели до конца. Всем отличного дня. Субтитры сделал DimaTorzok